Многие считают, что строительный сезон – это весна, лето и немного осень. А зимой лучше о строительстве и не думать. На самом деле это совсем не так. Взять, к примеру, фундаменты, но не традиционные ленточные, а фундаменты на винтовых сваях. При помощи данной технологии строительство фундаментов возможно не только летом, но и зимой. Причем, по большому счету, в любую погоду, в любой температурный режим. Потому что сам процесс установки заключается в том, что, допустим, в зимнее время, это мерзлый слой, он просто вскрывается и в талые грунты, то есть нормально и завинчивается, и все. Причем, что особенно важно, работы по созданию фундаментов на винтовых сваях могут производиться не только в любое время года, но и на любых рельефах и на любых видах грунта. Есть, например, типы грунтов, где данная технология вообще незаменима. К примеру, допустим, грунт, он может двигаться по вертикали и может двигаться по горизонтали, правильно? То есть плавуны так называемые. Плавун, он обрежется об сваю и обойдет ее. Он ее не сместит. Свая, она специально создавалась для сложных, проблемных грунтов, рельефов. То есть поэтому ее экономическая эффективность на сложных грунтах намного выше, чем на традиционном фундаменте. Хотя, впрочем, и на обычном грунте или рельефе экономия составляет не менее 30-40%. Что же касается несущей способности фундамента, то есть способности выдерживать определенный вес, то и с этой точки зрения фундамент на винтовых сваях оказывается, что называется, на высоте. В строительных нормах и правилах на каждый квадратный сантиметр определенного типа грунта приводится формула, по которой мы рассчитываем несущую способность каждой винтовой сваи при разных типах грунта. Данная технология полностью соответствует строительным нормам и правилам, и как показывают собственные испытания, несущая способность наших винтовых свай гораздо выше заложенных в строительных нормах и правилах. Слово говорят. Вот 108-я свая. Несущая способность ее от 4 до 7 тонн, в зависимости от условий использования, от геоподосновок. Ну и, собственно, средняя проектная нагрузка порядка 5 тонн. Вот, допустим, проводя испытания этой свая, на ее давались нагрузки около 50 тонн, около 25 тонн. Мы наблюдали за тем, как себя свая ведет. При нагрузке в 25 тонн, то есть в 5 раз выше проектной, 5 тонн, свая никаким, никоим образом не деформировалась, сварной шов не изменился, и свая, так скажем, осталась прежней, как и была. Деформация свая вообще невозможна, потому что во время закручивания она только приобретает несущую способность, тем самым исключая ее деформацию. Лопасть конструируем таким образом, то что эта часть нарезает грунт, а эта уплотняет за собой, она не рыхлит. И чем глубже мы ее вкрутим, тем выше несущая способность винтовой сваи. Кстати, вопрос глубины – очень важный вопрос. И при монтаже фундаментов винтовые сваи в нашем регионе закручиваются на глубину не менее чем метр семьдесят, метр восемьдесят, что превышает глубину промерзания почвы. А вот встретить ленточный фундамент такой глубины очень трудно, особенно если сооружается он для небольшого дома. Многие ошибаются, считая, что легкие сооружения, допустим, не обязательно глубоко заглублять. Знаете, что вот дорожный знак, который вдоль трассы стоит, заливает бетонный столб вниз два с половиной метра, а нагрузки никакой. Это очень важный момент. Здесь как бы нужно то, что в строительных нормах и правилах написано, что любое сооружение, находящееся на земле, точка опоры должна иметь за глубиной промерзания грунта в туго-пластичном грунте. Таким образом, фундамент на винтовых сваях соответствует всем строительным нормам и правилам, как по заглублению, так и по несущей способности, что делает его практически идеально подходящим для малоэтажного строительства. А экономический эффект и быстрота возведения только подтверждают.